Всем привет! С вами Формат Молодых. Меня зовут Ирина. И сегодня в выпуске... Солнце, море, а может быть дождь? Что радует вас? Сын мой. Вот она моя радость. С миру по нитке – голом и рубаха. А пользователем краудфандинга – успешный проект. Щедрость человеческой души отнюдь не сказки. Музыкант, художник и психолог расскажут, куда делись субкультуры. Любая субкультура – это модная тенденция. Любая субкультура – это социум внутри социума. Если вы считаете, что утро добрым не бывает, значит вы просто не знаете, как правильно его начинать. Ну а мы, получивший заряд бодрости, пришли на общегородскую зарядку. И сейчас посмотрим, все ли готовы взбодриться. Автостопом через всю страну? Что происходит в дороге? Это людей, которые ты встречаешь. Опытные путешественники рассказали, как делать это правильно. Путешествие длиною в тысячу миль может начаться с простого голосования у дороги. Но прежде чем поднять палец вверх, стоит задуматься, какой будет дорога, что есть, где ночевать. С ответами мы обратились к тем, кто знает о путешествии автостопом не понаслышке. Знакомьтесь, перед вами Джо и Венга. Они уже больше полугода путешествуют по России автостопом. И если театр начинается с вешалки, то путешествие, тем более такое длительное, начинается с рюкзака. Ну я собирался так, да. Я приходил к каждому и спрашивал, как ты считаешь, что здесь лишнее. И так вот ты его выкладывал. Только он скажет, что это лишнее, я сразу это выкладываю. А были знакомые, которые наоборот смотрели рюкзак и говорили, блин, неужели ты не взял вот это? И прям ходили, вместе покупали, там, к примеру, газовую горелку так купили. Очень как пригодилась газовая горелка с газом. А первая вещь лично, что я выложил, это был дезодорант и положены туда влажные салфетки. Когда рюкзаки собраны, остается только выйти из дома. Что ждет путешественников у дороги? Как поймать машину? А мы продолжаем нашу дорожную лотерею в городе Канн. 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 Просто палец вверх. Но, естественно, конечно, есть места, к примеру, перед поворотами. Машины, если так или иначе, они притормаживают. То есть есть больше шансов, что водитель вас заметит раньше и успеет притормозить. Есть, к примеру, места, где так или иначе водителю нужно место, где остановиться. Это какие-то вот такие вот моменты, которые уже прочитали с опытом. А так мы и ночью, прям с тротуаров, бывало, ловили машину. Что происходит в дороге? Это людей, которые ты встречаешь. Потому что люди решают. Мы познакомились с одним парнем в Сибири. В Сибири, да. Совершенно случайно познакомились. И в основном нас оповодили. В общем-то, мы у них жили две недели. То есть они больше вообще. Вот как раз-таки одна из историй, то есть как оно бывает. Мы шли и очень хотелось есть. А мы, ну, сидели на рисе с гречкой. И шли просто два парня. Ели бургеры. Мы подходим, говорю, ребят, где вы здесь бургеры такие взяли? Вообще замечательные. Мы такие недели встречали. То есть это было первый раз. Знаете, ни до, ни после Красноярского края мы таких не встречали. Так вот, и мы подходим. Где вы такие взяли? Они смотрят на нас. Вы откуда, парни? Типа, вы что, голодные? Сейчас, сейчас, сейчас. Поднимают, ну, достают телефон. Мама, а есть что дома поесть? Вот, все, сейчас будем. С нами два парня еще. И дали нам ключи, поселили у себя. Да, и потом это сработало так, что брат, человек, который встретили в Умахане, он живет в Владивостоке. Да, и он. И уже мы ехали, нас уже здесь ждали. Встретить, поселить, погонять город и все. Ну, вот в Сочи мы на нем и остались на полтора месяца. Потом в Казани хотелось остаться, но мы там не остались. Вот, и в Владивостоке, и вот города, которые действительно, вот, с первого впечатления сразу настолько нравится, что хочется остаться. Россия надо начинать и вот, и заканчивать. Надо, если ехать, то потом возвращаться еще раз, поверчить по всей России, чтобы уже посмотреть, сразу вид Россию с миром. То есть сейчас, когда мы ездим, мы не понимаем, зачем ехать куда-то, когда есть здесь все здесь есть. Конкретных правил для путешествия автостопом не существует. Ведь путешествие – дело уникальное. Главное – не бояться открывать для себя новые горизонты, как Джо и Венго. Говорят, американцы – самые улыбчивые люди, но у русских – самая искренняя улыбка. Чему улыбаются и радуются жители Владивостока? Давайте узнаем. Жизнь доставляет радость. Без войны, да в мире. Солнышко, хорошая погода, все замечательно. Что вас радует? Кроме времени ничего не огорчает. Семья. Что вас радует вообще? Две полоски на тесте. У меня родилась сестра. А мы сегодня с сыном ходили на мультик. Очень хороший мультик, очень искренне добрый. Мы порадовались. Сын мой. Вот она моя радость. Конечно же, нас радуют дети, наше счастье, наше солнце, ну и погода. Не так часто у нас бывает в городе хорошая погода, но естественно, что мы радуемся, что мы можем в такую погоду погулять, отдохнуть с детьми. Что вас в жизни радует? Солнце. Море. Погода. Я сдала ЕГЭ. Меня девушка моя радует. А вас? Мой молодой человек. Какие вы похожие. А что вас порадовало в последний раз? Погода хорошая. Солнышко. Водичка теплая. Площадки, где много детей. Успехи внучки. Солнечный день, приятная погода, что сегодня все счастливые ходят, так много народу на набережной, можно с кем-нибудь познакомиться, вот с другом гуляю. Мой молодой человек. Любовь. Любовь, работа, деньги. Работа моя радует. Последний раз нас порадовала, наверное, зарплата. Которая... Была малюсенькая. Малюсенькая, да, но она была. Да, радуемся летом. Солнце наконец-то вылезло. Почему в тележке? Для радости? Интереснее, веселее. Помогаем ребятам клип снимать. Поэтому в тележке? Да. Что порадовалось в последний раз? Татуировка. Отпуск. Окончание учебы, начало летних каникул. Для меня все радует навсегда. Есть идея, есть проект, но нет денег на его реализацию. Возможно, твоя идея понравится не только маме и друзьям, но и людям, которые не пожалеют денег на ее реализацию. Что такое краудфандинг, узнаем в следующем сюжете. В 1997 году фанаты британской рок-группы Marillion решили организовать интернет-компанию по сбору средств для финансирования тура группы в США. Идея народного финансирования так понравилась миру, что ей решили дать форму и название. Это было первым примером краудфандинга. Все предельно просто. Это старая, всем давно известная форма сбора денег с миру по нивке. Когда ты просишь друзей, папу, маму, чтобы они дали тебе какой-то стартовый капитал. Для начала бизнеса, покупки какой-то вещи. Что сейчас происходит с краудфандингом, тоже все предельно понятно. Он меняется, переходит полностью сферу IT. Сейчас существует несколько ресурсов, которые позволяют этот процесс упростить, переложить его, как бы, все вопросы с транзакциями и так далее на сами платформы. Вам нужно просто показать свой проект, рассказать вам, какой он и как он будет. Дальше вы должны определить время, какой проект будет висеть на этом ресурсе. Обычно это не больше 30 дней, потому что люди очень теряют интерес, но это уже недолгая промежутка времени. И определить сумму, какую вам нужно за это время собрать. В настоящее время существует несколько платформ для краудфандинга. Например, Kickstarter, международная платформа и Boomstarter, российский проект. Принцип работы у всех одинаковый. Нужно заполнить заявку, опубликовать проект и работать над его продвижением. Ограничений нет. Проект может быть абсолютно из любой сферы жизни. Все зависит от вашей фантазии. Если мы вернемся к тому, какие проекты публикуются, сейчас все-таки приоритеты даются проектам в сфере творчества. Ну, просто так получилось. То, что этих проектов было больше. Потому что, ну, это частая вещь. Я хочу выпустить книгу. И у меня там музыкальная группа, и я хочу выпустить альбом. Этих проектов очень много. Они поняли, что это достаточно простой способ. Достаточно действенный в плане того, какой это получает общественный резонанс. Ну, и, собственно, получаешь деньги за это. Я запускал проект под названием «Ру». Проект, собственно, был по созданию одной очень интересной игры. Подал заявку. Мне отписался некий Михаил Зельбин, ныне мой замечательный друг. Человек, который является главным куратором проекта в новом стартере. Он объяснил мне всю систему. Его задача в том, чтобы пинать тебя, чтобы ты заполнил заявку правильно, красиво, хорошо. Тем самым увеличив твои шансы на получение денег. Щедрость человеческой души отнюдь не сказки. Если у вас есть стоящий проект, и вы хотите его реализовать, но у вас совсем нет денег, краудфандинг поможет воплотить ваши мечты. Кто рано встает, тому здоровье перепадет. Да, именно так. Главное, после утреннего пробуждения, не податься на сладкие уговоры телевизора, а сразу отправиться на зарядку. Утро добрым не бывает. Скажут лентяи и выспятся. Ну, а мы, получивший заряд бодрости, пришли на общегородскую зарядку. И сейчас посмотрим, все ли готовы взбодриться. Те, кто пришел сегодня на тренировку, точно знают, что начинать день нужно не с ленивых подтягиваний, а с энергичных упражнений. Тогда и настроение улучшится, и пресс появится. Главное – это дойти до стадиона и не заснуть по дороге. Или на разминке. Потрить тело, вырабатывать характер, ну, раньше проснешься, не будешь спать до обеда. Да, пойдешь на стадион и побегаешь, сделаешь зарядку. Утренние зарядки заряжают ладивостокцев уже целый месяц. До конца июня можно приходить на стадион и бесплатно. Со звездным инструктором укреплять свои мышцы и здоровье. Следующее занятие будет 20 и 21 июня на стадионе школы номер 10. Эту зарядку провел главный тренер Федерации бокса Аркадий Задорожный. И надо сказать, как провел. Все резво повторяли упражнения и даже пытались боксировать. Конечно, каждый в своем стиле, но недовольных не осталось. Очень хорошо, мне нравится. Согревающе, ну, конечно. Хорошо, закончили. Вдох, выдох. А вас дождь сегодня не напугала? Нет. Обязательно вдох, выдох, восстанавливаем дыхание. Сидим пришла, Месси потащил меня. Пойдем на зарядку. Никто не стоял без дела. Уж мы-то за этим проследили. Я вот смотрела, ты иногда подхалтуриваешь. В чем причина? Неудобно. Риски руками в сторону. Не знаю. Так, давай теперь вот это упражнение, которое было еще разочек. Давай, давай. Давай, давай. Давай быстро. Давайте три повтора. Мы делаем ладошки, разворачиваем. Так, прыгаем, прыгаем. Поехали. Все, молодцы. Ну что, как теперь ощущения? Нормально. Нравится заниматься? Да. А появилось желание идти на бок? Да. Мне тоже, кстати. Общегородские зарядки радуют нас только выходные. Но и всю остальную неделю не нужно про нее забывать. Заниматься можно и дома. Именно это и советует нам Владимир Высоцкий. Если вы в своей квартире лягте на пол три-четыре, выполняйте правильное движение, прочь влияние извне, привыкайте к новизне, в то глубокий доизне мошенния. Зарядка длилась сорок минут. За это время многие устали, но тренер похвалил всех. Я, во-первых, очень удивлен, что пришло столько народу в такую погоду, плюс ко всему каникулу. А то, что касается отдачи, я приятно, меня это порадовало. Все от мала до велика, что называется. И маленькие детишки, и бабушка здесь тренировалась. Такая очень умничка, все старались. Я сам вспотел. Я оцениваю на пять с плюсом наше занятие. Те, кто любит совмещать полезное с приятным, обязательно должны поучаствовать в конкурсе. Для этого нужно сделать селфи с тренером и отправить его по этому адресу. Может, именно вам улыбнется удача. Или мне. Молодежная субкультура. Это выражение в штыки воспринимают родители. Но оно весьма интересно для молодежи. Что стало с субкультурами 2000-х, остается тайной. Сегодня мы попытались узнать, что стало с молодежными стечениями. Еще в недалеком 2008 году на улицах города можно было увидеть молодых людей с розовой челкой, которые называли себя Эмма. Или мрачных, полностью одетых в черный цвет готов, которые прятали свою юную улыбку под толстым слоем белой пудры и черной помады. Но буквально каких-то четыре года изменили внешний облик и сознание молодежи. Почему случилось так, что субкультура исчезла? И исчезли ли они? Давайте посмотрим вокруг или спустимся на Арбам. Если мы увидим немного девочек Эмма, ну совсем немного. Просто подросли. У нас и Готы подросли. Сейчас, если посмотреть на Гота, если он вдруг идет, то ему минимум будет 25 или 30 лет. Это те люди, которые остались свои мировоззрения в культуре, занимаются, скорее всего, бизнесом. То есть, да, они продают аксессуары, деньги делают на молодежных субкультурах, которые сейчас подрастают и которых очень мало. Я считаю себя панком. Ну, субкультура это трудно как-то сказать. Вопрос не в том, куда оно делается, а из-за чего оно куда делается. Круги спирали сомкнулись, грубо говоря. То есть, человек, молодежи, сейчас неинтересно это. Не модно, неинтересно. А кому интересно, некуда пойти. И не с кем в этом плане пообщаться с кем-то. Пусть мудрее тех, кто устал. Кто навсегда остался зла. А потом у них промолчал. Тогда все тусовались. Но общий стимул был просто собраться вместе. И все. Пообщаться о каких-то вещах, о которых не говорят в обычном. Люди не услышат в школе об этом. Не услышат, на работе не будут поднимать такие темы. Было интересно. Как минимум, потому что люди взрослеют, меняются поколения. Сейчас идет поколение интернета. Поэтому большинство людей, детей, подростков, которыми, как правило, являются основные представители субкультуры, сидят дома и в интернете. А повзрослевшие персонажи, они уже занимаются более творческим саморазвитием, каким-то материальным, духовным становлением. Собственно, я не скажу, что они куда-то делись. Каждая субкультура, по сути, является побочным эффектом времени. Времени и социума. Так как хиппи появились на почве в Америке, появились на почве милитаризма. Панки появились в Англии на почве чопорности. Готы – это, скорее так, кружок по интересам, который где-то всегда существовал и где-то сам в себе варится. Любая субкультура – это социум внутри социума. То есть и этот мини-социум имеет свои модные тенденции, свою форму, грубо говоря. Как визуальную, так и форму чисто внутреннюю. На вопрос, куда делись субкультуры, ответ неоднозначный. Сегодняшней молодежи уже неинтересно протестовать. Яркий, необычный вид стал мейнстримом и постепенно отживает свой век. И самое главное – молодежь взрослеет и стоит на рубеже саморазвития. Их привлекает не яркий вид, а чистый разум. А с вами был «Формат молодых». Смотрите нас на следующей неделе. Пока!